Всем доброе утро. Давненько у нас с вами не было влогов, а у меня сегодня достаточно загруженный день, и я решила, почему бы не провести его вместе с вами. Тем более, вы очень порадовали меня активностью под прошлым видео, поэтому я решила, можно быстрее записывать для вас новое. Поэтому, если вы хотите, чтобы видео выходило чаще, то я жду от вас лайков и активности. В планах у меня сейчас сходить на Валберис, сдать некоторые вещи и забрать очень много разных штук, потом в Икею также сходить кое-что сдать, что-то купить, потом на почту забрать посылку и отправить заказы, и забрать посылку со СДЭКом. И сейчас я уже отправляюсь на Валберис, чтобы сдать кофточку. Все забрала, тут три огромных пакета, уже, наверное, потом вам покажу все, что купила. Теперь я взяла ковер, который нужно сдать, и отправляюсь в Икею. Взяли такой второй щербету, но мне не понравилось, как он смотрится, да и, в принципе, потом поняли, что не так уж он и нужен, вот, поэтому я пойду его сдам. Ничего вам не напоминает вот эта вот маленькая полочка? У меня стоит она в ящике с гирлаками, как разделитель для разной мелочевки, и меня очень часто спрашивают, откуда она, так вот это икеевский мини-набор с мебелью. Я просто оттуда достала, у меня такой был у сестры, это все она оставила себе, а эту полку я утащила и использую ее для своих нужд. Ну все, я сдала ковер, смотрю просто сейчас разные штучки. Вот стеллаж, который я купила себе на новую квартиру. Кстати, вот и мой комод, который я использую под хранение гирлаков, он также до сих пор продается. Он мне очень нравится, как я вам уже говорила, но просто мои гирлаки уже перестают ему вылезать, он на колесиках, но я их сняла, потому что они мне только мешали. Ну и, помимо этого, здесь есть много разных миленьких тумбочек. Вот это, кстати, была у меня в салоне, когда я там работала, и мне она не очень понравилась. Все, я все купила, сейчас домой приду и вам покажу все. Наверное, некоторые что-то дальше повесим, потому что я купила шторы, и также я купила еще органайзеры для стеллажа, но я думаю, с этим разберемся в следующем видео. На улице просто потрясающая погода, наконец-то светит солнце, и начал таять снег. Давайте быстро покажу вам, что взяла в Икее. Обычные мочалки для ванной. Вот такую вот сковородку, она стоила всего 160-170 рублей для блинов. Полку повесим ее в ванную, на ней будут стоять порошки для стирки. Вот такой вот черный за 150 рублей контейнер, скорее всего, для туалетной бумаги. И вот такие вот шторы. С Валбриса забрала вот такую вот сушилку, которая крепится на батарею. Также здесь еще, получается, шесть органайзеров. Мне на стеллаж, мы вернемся к ним в другом видео. И еще один вольер для шербета, потому что свой тот, он уже начал перепрыгивать. И, наверное, в этой сетке я просто его закрою сверху. И еще вот такой вот черный органайзер, тоже с Валбриса. Короче, резко поменялись планы, потому что у меня заболела голова, я уснула и только сейчас проснулась. Никита сейчас ездит, заберет мою посылку со СДЭКа. Я вам покажу, что там пришло. Там буквально пару штучек от Рокноэл. И, ну, он там отправит посылки через почту заказы. А посылку, которую нужно было забрать, она не успела сегодня прийти. Вот, поэтому я пойду заберу ее в другой день. Давайте пока распакуем с вами и попробуем повесить шторы. Ну, и давайте покажу вам милую жопку шербета. Вот спит мой комочек. Вот. Через вот этот вот вольер он уже два раза перепрыгнул. И поэтому я приняла решение, что нужно что-то делать. Тот, который я заказала, либо я его вот так вот еще раз просто бортом поставлю сверху. Либо закрою им вот так вот вверх. Точнее, буду закрывать вверх, когда мы будем куда-то уходить. Примерила их сейчас по высоте. И, как следовало ожидать, они намного длиннее. То есть, я думаю, если останется где-то вот такой вот кусочек, то, может быть, ничего страшного. Даже и подшивать не нужно. А там вот примерно размером с этого стола лишний кусок остается. Поэтому займусь сегодня тем, что все это отмерю. И пойду себе на старую квартиру. Там еще и на машинку. И, наверное, подошлю это все там. Вот так вот пока что я все сделала в ванне. Я поставила сюда эту коробку. Временно здесь стоят гели для стирки. Потом сюда, как прикрутим полочку, вот потому что здесь есть две дырочки. Как будет полочка, я переставлю их, наверное, туда. Вот сюда полностью сложу туалетную бумагу. Здесь корзиночка с расческами, моими резинками. Разные лаки, штуки для волос. А вот это вот как раз таки подвесная корзиночка с Велбереса. Она вот с такой вот штучкой для фена. Вот как-то так. Ну что, доброе утро. Вчера наши планы немножечко сдвинулись. Стоило мне начать снимать влог, как все пошло не по плану. Ну и поэтому я решила, что сегодняшний день тоже сниму для вас. У меня сейчас будет две пары. Нужно будет там где-то рассказать доклады. Вот. А потом поделаем с вами какие-то домашние дела. И закончим наконец-то вчерашнее запланированное. Потому что со СДЭКа Никита так и не забрал посылку. Потому что она уже оплаченная. Без меня ему ее не выдали. Продолжение следует... Короче, пришла к маме на старую квартиру. Распечатала пока некоторые конспекты. Еще буквально неделька мы продолжаем учиться на дистанции. Пока есть возможность, я просто печатаю конспекты. Но скоро такой возможности не будет. Шторы. Значит, я подшила. Тут вроде все неплохо получилось. И из остатков ткани я сшила наволочку. Типа декоративную. Для декоративной подушки. И я собой очень горжусь. Мне очень нравится, как получилось. Вот. Все так красивенько. Неплохо. И еще остался вот такой вот целый большой шматок ткани. Я наконец-то забрала посылку от Rocknail, потому что она уже месяц ждала меня в пункте с дека. Так, секундочку, а то ее прохнусь. Она уже где-то месяц ждала меня в пункте выдачи. У нее буквально завтра-послезавтра уже закончился срок хранения. Давайте быстро с вами распакуем посылку. Заказала я совсем немного. У меня во время транспортировки пролились все мои гель-краски. А нужны они мне были очень, потому что пользуюсь я ими часто. И как раз-таки я решила взять на пробу гель-краски от Rocknail. Как раз-таки недавно у них вышла черная и белая гель-краска. Ну и вдобавок к заказу я решила добавить набор слайдерами с вот такими девчонками. Потому что я как-то рисовала их от руки. И они многим понравились. И потом я рисовала еще раза три их от руки. Мне немножко это надоело делать. И я решила заказать их слайдерами. Повесили шторы. Вот так вот это пока что выглядит все. Думаю еще насчет того, чтобы повесить какую-нибудь тюль. Потому что там есть еще палка для тюля. Но пока что все это будет так. Дальше уже можно сказать ночью. Я села, оформила некоторые заказы, которые мне нужно было отправить. А после этого я еще села делать презентацию для института. На этом наконец-то все. Будем с вами заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно пишите, если скучали по влогам. Также в описании под видео оставляю ссылки на все мои соцсети, чтобы вы меня не потеряли. Ну а мы с вами совсем ненадолго прощаемся. Потому что совсем скоро вас ждут новые видосики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok